МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Десногорском водопроводе вода первой категории. Первый энергоблок Кольской АЭС готов перейти в разряд реакторов долгожителей. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Лучшие подростки Смоленской области в торжественной обстановке получили паспорта. Церемония вручения главного документа в рамках всероссийской акции «Мы граждане России» состоялась в администрации региона. Свои первые документы граждан Российской Федерации получили 54 школьника. Все они отличились в учебе, являются призерами различных олимпиад, конкурсов и соревнований. Главный документ о вступлении во взрослую жизнь ребятам вручил губернатор Алексей Островский. 13 июня в администрации состоялось заседание административной комиссии. О том, какую статью областного закона чаще всего нарушают десногорцы, вы узнаете из нашего следующего сюжета. На заседании было рассмотрено 15 протоколов по статье 27 областного закона нарушения тишины и спокойствия граждан в ночное время. На комиссию пришли всего двое нарушителей. С ними была проведена профилактическая беседа и вынесено предупреждение. Еще трое нарушителей также отделались простым предупреждением из-за того, что у них была уважительная причина не явиться на рассмотрение протокола. А те, кто проигнорировал появление на комиссию, теперь заплатят штраф в размере 1 тысячи рублей. Хочется напомнить, уважаемые жители и гости города, что за нарушение тишины и спокойствия граждан с 22 до 6.00 штрафы немаленькие – от 1 тысячи до 3 тысяч рублей. В Смоленске на базе Федерального травматологического центра соревновались лучшие ортопеды-травматологи России. Ординаторы, которые проходят обучение в ведущих медицинских вузах страны, были объединены в 20 команд. Они должны были пройти теоретические испытания и на практике продемонстрировать свои навыки. В личном зачете победителем стал ординатор, обучающийся в Санкт-Петербургском институте травматологии и ортопедии. Он отправится на двухнедельное повышение квалификации в Израиль. 9 июня саперы пожарно-спасательного центра изъяли артиллерийские снаряды, минометные мины, ручные гранаты и тротиловые шашки в деревне Утоки Рословского района и деревне Балтутина Глинковского района. Всего саперами было обезврежено 304 боеприпаса. Пресс-служба регионального главного управления МЧС напоминает, что при нахождении боеприпасов запрещается их переносить, разбирать, бросать в костер или сдавать в металлолом. Об опасных находках современного типа необходимо сразу же сообщить в полицию. В Десногорске военнослужащие войсковой части по охране Смоленской АЭС предотвратили незаконную фотосъемку охраняемого объекта во время обхода запретной территории. Любителей селфи задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. А житель Красненского района обвиняется в уничтожении автомобиля из мести. Ранее судимый житель Красненского района за обиду отомстил своим знакомым, с которыми он накануне катался на машине поджогом. Во время автопрогулки произошла ссора, в результате которой мужчина высадил своих пассажиров прямо на трассе, за что те в ответ пообещали заявить на него в полицию. В результате, обидевшись на приятелей, злоумышленник спалил их автомобиль. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Стоимость сгоревшего авто оценена в 230 тысяч рублей. Этот ущерб поджигателю придется возместить. Десногорские интеллектуалы одержали победу в игре «Что, где, когда», которая прошла 10 июня в Белоруссии в Чаусах. В турнире принимали участие пять команд. Игра состояла из трех этапов. В каждом по восемь вопросов. На обсуждение – одна минута. Захватив лидерство в первом этапе, десногорцы сохраняли свое преимущество до конца игры. Наша команда привезла из Белоруссии дипломы первой степени. Вода – источник жизни для всей Земли. От ее качества зависит здоровье любого живого существа. Из крана течет вода – это привычная картина в современных домах. Нас беспокоит вопрос, какого же она качества и чистоты. Мы обратились к специалистам Цехобеспечивающих систем Смоленской атомной станции с просьбой рассказать, как и откуда доставляют воду в наши квартиры. Цехобеспечивающих систем Смоленской АЭС – одно из ведущих подразделений по обеспечению природно-охранных мероприятий на всей территории, прилегающей к атомной станции. Начало экологической цепочки ЦОС расположено на водозаборной станции. И именно с нее начальник цеха Михаил Дурманов начал экскурсию для журналистов. Первым мы посетили объект обеззараживания воды. Десять лет назад на водозаборной станции отказались от хлорно-органической очистки воды и перешли на ультрафиолетовую технологию. В корпусе стоит целая батарея ламп, которые светятся. Вот их можно наблюдать просто. И световой поток, проходя через воду, делает ее абсолютно здоровой с точки зрения отсутствия болезнетворных микробов. Воду добывают из артезианского источника на глубине 180 метров. Ее подают на фильтровальную станцию, чтобы очистить от двухвалентного железа и соли жесткости, которые вредны для здоровья человека. На разных этапах очистки вода проходит анализы по химическим и микробиологическим показателям. Также контролируют состояние заборной воды и скважины. Да, качество воды и холодного водоснабжения зависит от нашей лаборатории. В прошлом году на водозаборной станции появилось уникальное оборудование для удаления железа из промыванных вод. Железо в сухом остатке упаковывают в мешки и вывозят на полигон твердых бытовых отходов. Можно пить нашу воду из-под крана просто без фильтрации дополнительного. У нас из крана льется вода первой категории. Платите вы за нее копейки. В магазине покупая, она стоит даже не в десятки раз, а много-много дороже. Больше по стоимости. Поэтому можно, нужно. И вот здесь как раз хотелось бы сделать акцент на том, что вода сверх качества хорошего. Сверх хорошего качества. Уникальная вода. Вот чтобы к ней бережно подходили в своем использовании. В унитазах вода первой категории выливается. В стиральных машинах первой категории. В посудомоечных первой. И так далее, и так далее, и так далее. Рачитель не подходить будем. Меньше будем нагружать ту же самую природу. Меньше будем из нее изымать вот этой вот водой. Специалисты Смоленской атомной электростанции убедили журналистов Десногорска, что вода в водопроводе города чистая. Ее можно пить прямо из-под крана. На Союз уникальный комплекс очистных сооружений. На них собираются хозяйственные и бытовые источные воды из Десногорска и со станции. Здесь они проходят механическую и биологическую очистку. Очередь проходит реконструкцию с 2010 года. Отрадно, что данный объект мы вводим в эксплуатацию в год экологии. Это очень значимый, так скажем, результат для цеха, для Смоленской АЭС, да и в целом для города Десногорска. Сточные воды также проходят анализы в лаборатории очистных сооружений. Специалисты заверяют, что в Десногорское водохранилище поступает абсолютно очищенная вода и в нем можно купаться без опасений. 17 июня в 13.00 в храме в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость состоится церемония передачи останков воинов РКК для захоронения на Малой Родине. И в завершении выпуска новости Росатома. Первый энергоблок Кольская АЭС готов перейти в разряд реакторов долгожителей. Сейчас на нем ведутся работы по восстановительному отжигу корпуса. Эта технология – уникальная разработка российских атомщиков, с помощью которой восстанавливают свойства металла, ухудшающийся по действиям радиационного воздействия. Принцип действия этой 26-тонной нагревательной установки сравним с сушилкой для обуви. Вот только результат их работы несоизмерим. Одна просто сушит сапоги и ботинки, другая позволит продлить ресурс работы ядерного реактора первого энергоблока Кольская АЭС на срок до 30 лет. Эта печь, состоящая из сборки нагревательных элементов на остове из нержавеющей стали, единственная в мире. С помощью нее проводят процедуру отжига корпуса реактора, точнее, одного из его сварных швов. Отжигаем мы только один сварный шов, который находится непосредственно в районе активной зоны корпуса реактора, то есть рядом с топором. Больше всего подвержен облучению. Под действием облучения металл становится хрупким. Пластичность ему возвращает в термообработку в определенном режиме. Корпус сначала медленно нагревают, не более чем на 20 градусов в час. Атомный ремонт Казанцев вышли на режим 475 градусов, мощность 800 киловатт. При такой температуре корпус должен оставаться в течение 150 часов. Затем его следует также медленно охладить. Процедура отжига – своего рода рецепт долголетия для ядерного реактора. Технология, разработанная еще в прошлом веке, до сих пор считается уникальной. В последние годы силами специалистов Росатома нагревательная установка для отжига реакторов типа ВВР-440 была усовершенствована, разделена на модули для удобства перевозки и оснащена автоматикой. Это позволило сократить сроки проведения процедуры отжига почти в три раза. Процесс отжиг стал более эффективным за счет того, что применено новое оборудование, которое позволяет фиксировать более точную температуру. Проблема продления срока службы ядерных реакторов актуальна во всем мире, ведь их модернизация гораздо дешевле строительства нового энергоблока. В Росатоме работа над решением этой задачи ведется постоянно, и сегодня уже есть опытный образец установки для отжига корпусов более мощных реакторов ВВР-1000. Их будут нагревать до более высоких температур, и термообработке подвергнутся не только сварные соединения, но и часть металла самого корпуса. Первое опробование новой печи запланировано на Балаковской АЭС уже в 2018 году. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok